Моникласс Друзья, сегодня с вами Денис Гик И я в данном видео расскажу, как правильно заменить джек на наушниках Не только как его подобрать, но и как заменить Кстати, это проблема, с которой столкнется любой пользователь Не важно, какие у вас наушники, если они проводные В любом случае, вот в этом месте всегда идет перелом и сгиб Даже не важно, что здесь стоит, куча термоусадки, пружина, которую ставят Пофигу, все равно именно в этом месте Кстати, не обязательно покупать новые джеки Можно использовать старые, но это наушники Xiaomi И здесь неизвестно Здесь вот этот корпус напаян Насажен, скорее всего, на горячую Сверху И я не знаю, как он разбирается Ради интереса я попробую снять, но у меня уже есть Готовый джек И, кстати, по поводу выбора джеков Единственное, что могу сказать Никогда не покупайте вот такого типа джеки Потому что Они годятся для грубой аппаратуры Для грубой старой аппаратуры Но никак не для современных телефонов Они просто-напросто то не влазят То есть, здесь допуски сделаны примерно на глаз Рекомендую вот такие По типу позолоченных Всяких там сенхайзеров И что-то там, что-то там других Но, как минимум Это китайские Как минимум, чуть-чуть подороже рекомендую брать Так, ну, давайте для начала откушу И ради интереса попробую снять Подогрев горелкой Нет Темнеет, бледнеет Да, снимается капсуль Вот То есть, таким образом получается минимальный Вот этот вот Можно все это расколупать Запаять заново Залить термоклеем И одеть капсуль Но мне это делать лень У меня уже есть новый джек Я сейчас его попросту запаяю Значит, что нужно Сам джек Несколько видов термоусадки То есть, тонкой Средней Чтобы можно Ну, желательно под цвет, конечно же, провода Провод у нас черный И желательно под нее Значит, схемки Относительно 3 пин и 4 пин Для гарнитуры Я сейчас предоставлю Как вспомогательные Не буду здесь видео Видеть их на экране И по ним я буду распаивать Значит, главное Вызвонить, найти провода По сопротивлению И потом все это запаять И соединить Для начала Нужно разделать сам провод Я рекомендую Разрезать вдоль И потом Также оставить его В термоусадке Можно обернуть Можно не оборачивать Таким вот образом То есть, мы не повредим его Если будем снимать кусачками Вернее, если будем снимать Можем повредить А если таким образом Вдоль мы его не повреждаем И вот у нас Жилы, которые нам нужны Значит, у нас здесь есть Зеленая, синяя И еще Одна цветная Сейчас глянем по схемке Значит Раньше, когда не было схемок Приходилось разрезать сам джек Ну, либо вызванивать на концах Либо разрезать Сзади, смотрите Ну, открывать, смотреть И так далее Сейчас есть схемки Я вот нашел И попробую по ней запаяться Вы сейчас ее видите Под гибрид про Это, собственно, они и есть И сейчас я распаяю Вот эти вот контакты Но, прежде чем мы начнем Распаивать Значит, нужно взять термоусадку И одеть как минимум Я одену два вот таких кембрика Чтобы потом В конце, когда я уже все запаяю Я их опустил на корпус И закрыл То есть Во-первых, она закроет выход А во-вторых Они будут выглядывать В этом вот корпусе То есть, как минимум И с допуском Нужно примерно вот с таким вот Чтобы закрыли И у нас миллиметров Там пять выглядывало сверху Как минимум два А то можно и три Чтобы все это плотненько уселось В зависимости от толщины шнура То есть У меня здесь можно Спокойно даже три делать Ну, лишнее, если что Можно всегда убрать Когда выглядит вот так Вот уже можно приступать Непосредственно к пайке И теперь становится вопрос Как залудить вот эти вот провода Которые очень фигово лузежатся А нам Лудятся А нам поможет таблетка Аспирина То есть Ацетилсалициловой кислоты Которая имеет едкий запах Когда мы ее начинаем греть Паяльником Но Она классно лудит Я сейчас продемонстрирую Как Видите Уже залудилась Темновато Но залудилась То есть Уже олова прилипла И можно паять Вот Итого То есть Контакты уже заложены И теперь без проблем Припаиваются И не забывайте Одевать корпус Потому что Это одна из главных ошибок В итоге Должно получиться Что-то типа Такого У ребят Которые занимаются Этим постоянно Есть специальные Даже Доски С набитыми Разъемами Чтобы было удобно Паять То есть Он их вставил И паяет В самую же Доска Не двигается И удобно Запаивает Значит Что делаем Дальше Дальше Кусок Который Мешает Обрезаем Только сейчас Примерно Вот таким Вот образом Потом Закручиваем Делаем Несколько Оборотов Чтобы они Не пересекались И Термоусадку Термоусадку Раз Теперь Примеряем Вторую Второе Кольцо Я решил Сделать Два Второе Кольцо Одеваю Так И Теперь Закручиваем Саму Гильзу Можно Кстати На горячую Даже Добавить Термоклея Но Я этого Делать Не буду Ну и Получается Такой Аккуратный Небольшой Хвостовик Соответственно Проверяем В принципе Проверить Достаточно Тогда Когда Вы Уже Подпаялись Оно Еще Не Одели Я бы Рекомендовал Так Все Отлично В общем Друзья Вот Такое Вот Видео По Ремонту И Возвращаем На Счастливому Обладателю Ремонтированных Наушников Ремонтированных